И начинаем мы нашу дежурную группу с микрорайона Солнечный. Здесь после сильного ливня пошла трещинами дорога, которая прилегает к подпорной стене. Посмотрите, насколько мокрый грунт, что вообще вот все промокшее, это вот эти куски, между прочим, находятся вот здесь. В грунте огромные провалы, ну то есть прямо вот целую ногу можно в эту дырку просунуть. И причем эта трещина идет по всей длине вот этой вот дороги, которая прилегает к подпорной стене. И практически по всей длине здесь стену уже ничего не держит. Ну и вот насколько мокрый грунт, можно оценить вот здесь. Вот посмотрите, наступать даже вот так, просто все сразу осыпается. И вот асфальтовое покрытие, внутри мокрое, оно тут же рушится. Экспертная комиссия признала стену опасной. И сейчас будет решаться вопрос о том, что дальше с ней делать. Самой большой проблемой экспертная комиссия признала вот эту стену и эту парковку. Посмотрите, я не знаю, видно ли по кадру, но тем не менее стена прямо наклонена и ее вдавливает в сторону автомобилей, которые здесь припаркованы. Несмотря на то, что это не зона ответственности администрации, территория частная и принадлежит она Евгению Генералову. Сначала здесь попросили ограничить парковку для автомобилей, а теперь администрация сама включилась и повешила вот такое объявление, что 7 метров от стены парковка запрещена до окончания восстановительных работ. Ну и судя по всему, подпорной стене нужна будет серьезная подпорка, как бы это странно не звучало. А продолжаем мы нашу дежурную группу сегодня на острове Татышев. В такую погоду на шезлонге, пожалуй, только так я могу отдохнуть внутри помещения, потому что дождик. Ну а в теплые деньки можно будет вот этот шезлонг взять за 200 рублей в день, вынести его на травку и спокойно позагорать. Это новая услуга острова Татышев и это не последняя их новая услуга. Например, есть еще волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, которыми можно тоже поиграть, взять их в аренду за 50 рублей в час и выйти на поля, которые, кстати, обновили. Там есть новые покрытия и новые сетки, так что можно спокойно брать мячи и играть, и не тащить с собой все это оборудование. Но это тоже еще не все. За 50 рублей можно взять вот такой набор для настольного тенниса, так как я вот пришла одна потренировать свои навыки, например, в набивании мяча или поиграть с другом. Для этого вам дадут сетку, она тоже входит в набор, только главное ее не потерять. Еще одна, наверное, пожалуй, самая актуальная здесь услуга – это прокат скандинавских палок. Все, в принципе, приходят пожилого возраста населения города Косновярска и активно пользуются ими. 50% для социально значимых людей у нас города, то есть это получается 20 рублей за час. Ну а завершаем нашу дежурную группу сегодня вот здесь, возле такой необычной и интересной клумбы. Это чашка, как можно увидеть издалека, даже с чайной ложечкой в ней. А здесь есть еще и самовар. Вот такие цветочные фигуры появились в Кировском районе возле Центра детского творчества. Кстати, здесь их установили не случайно. Это не новые фигуры, они переехали из Ленинского района сюда, потому что говорят, что это один из самых гостеприимных центров творчества, где вас встретят как раз с чаем и, может, даже с самоваром. А я напоминаю, что новости примы и дежурная группа работают для вас в любую погоду и в любом месте. Свои новости вы можете присылать нам по телефону 202-22-22, а также в WhatsApp, Viber и в любой мессенджер. Мы все рассмотрим и проедем туда, куда вы нас позовете. Алена Крашенинникова, Андрей Ткачук. Новости Прима.